Здравствуйте, слушатели, коллеги, партнеры. Поднимайтесь на сцену. Веди, Олег, садитесь. Как вы уже догадались, наверное, в рамках этой дискуссии мы хотели бы поговорить про российский облачный рынок. Рассказать или послушать про его историю, настоящее и будущее. Давайте начнем с истории, потому что никто, наверное, кроме меня об этом сейчас не расскажет. Давайте, вот 18-й год. Я читаю заголовки новостей. Январь. Mail.ru группа объединяет все свои облачные битрубные решения под брендом Mail.ru Cloud Solutions. Апрель. Сбербанк и айтека выводят на рынок облачную платформу Сберклауд. В том же месяце Билайн запускает B-клауд. Сентябрь. Яндекс запускает Яндекс.Облако. Октябрь. Мегафон и в сотрудничестве с Mail.ru Cloud Solutions представили деловое облако. Это 18-й год. 19-й год. Январь. МТС купил 100% компании IT-град OneCloud. И в том же месяце появилась новость о том, что Ростелеком присматривается к даталайн. В общем-то на этом историю и вообще дискуссию на тему развития российского облачного рынка можно было бы закончить и разойтись. Ну как бы все здорово. Все друг друга покупают, консолидируются, расходятся. Но мы, ребята, дотошные, поэтому все-таки решили всех нас тут собрать. Так сказать, бомонд облачного бизнеса. Это все представители компании, которые являются ньюсмейкером. Они на повестке дня, как я уже говорил, 18-го и 19-го года. Поэтому разрешите вам их представить. Сейчас. Все-таки аналоговые устройства в виде таких планшетов не всегда удобно, когда у тебя микрофон в руке. И странно, что я при этом говорю про облачный рынок, да? Но тем не менее. Значит, так как записан, не так, как сидят мои коллеги. Антон Захарченко, директор по стратегии облачного провайдера Cloud NTS. Добрый день. Александр Сорокаумов, генеральный директор Сберклауд. Добрый день. Олег Любимов, генеральный директор компании Selectel. Здравствуйте. Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions. Добрый день. Ведия Железнов, директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям Ростелеком ЦОТ. Коллеги, здравствуйте. И последний по списку, но не по значению, Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса Яндекс.Облако. Привет. Чтобы у нас была возможность поближе познакомиться с коллегами и узнать об их компаниях и лишить их возможности в течение следующей дискуссии себя рекламировать, мы решили дать им по буквально 2-3 минуты самостоятельного рассказа без купюр, без модерации. Пожалуйста, как хотите. Можете в порядке представления. Кто первый, тот прав. Ну давайте я начну в порядке представления. Огромное спасибо, что пригласили выступить. Действительно интересно. Давно витала мысль в воздухе во многих компаниях организовать такую дискуссионную площадку относительно облаков. Ну и собственно краткая справка о компании. Кто мы, где мы, куда мы идем. Я представляю коблачного провайдера Cloud MTS. Компанию MTS знают все на этом рынке. Это крупнейший телекоммуникационный провайдер России. Это крупнейший сотовый оператор. Понятно, что рынок телекома развивается уже не так бурно, но, мягко говоря, не развивается. Поэтому компании ищут новые пути заработка, новые пути для приложения своих усилий и выходят в новые виды различных сервисов. Все телеком-провайдеры разговаривают о больших данных, как монетизировать то, что они знают об абонентах, о каких-то платформах интернета вещей, о применении искусственного интеллекта, много разных активностей. Ну и, конечно же, все эти сервисы базируются на внутренней инфраструктуре. А кто, как не телеком-провайдер, обладает большой, сильно развитой и хорошо настроенной IT-инфраструктурой? Ну, собственно, наверное, все. Поэтому мы, как компания MTS, живем в частном облаке у себя с 2011 года. Это один из крупнейших кейсов, в том числе с международным вендором по виртуализации. Это можно найти в YouTube и выступали в международных конференциях. Поэтому такая легкая созвучность с тем самым Амазоном, который придумал облака, что мы внутри-то это используем давно и пришли к тому моменту, когда решили, что надо это дело научиться продавать наружу. Потому что мы знаем, как эксплуатировать, мы знаем, что это удобно, эффективно, классно, здорово. Как рассказывал Александр Соколовский из Леруа, это действительно позволяет быстрее развивать бизнес. Ну и, собственно, внутри компании начали такую активность по запуску облачного провайдера. Это было чуть раньше, чем было упомянуто в новостях, а именно в конце 2016 года. И, собственно, за чуть более чем два года мы уже выросли в зрелого облачного провайдера, достаточно крупного, представленного по территории всей России, от Калининграда до Владивостока. У нас 10 собственных дата-центров. Мы оказываем сервисы большому количеству интерпрайз-клиентов, счет которых идет уже на сотни. Можно разговаривать о сервисах, но здесь цель не об этом. Цель, наверное, поговорить, что же все-таки дают облака и куда мы идем. Так вот, было правильно сказано, что новостной фонд пошел на информации по поводу объединений, сделок, консолидаций. Ресурсы, в первую очередь, дата-центры. Это то, на чем все работает. Собственно, в прошлом году компания МТС приобрела один из крупнейших дата-центров в московском регионе. Это дата-центр Авантаж. Буквально там месяц на месяц он уже будет запущен и доступен для использования, так как рынок в Москве вполне перенасыщенный. Новая большая площадка, это здорово. Действительно, в конце прошлого года мы закрыли сделку по приобретению облачного бизнеса компании Айтиград. И это очень значимая для рынка сделка. Ну, кроме того, что мы там задаем тонны, мы всегда любим быть первыми. И клиенты привыкли к тому, что МТС всегда лидер и первый на рынке. Это еще и важно было для нас, потому что Айтиград, по сути, первая компания, которая на нашем российском рынке стала облачным провайдером. Первая получила статусы вот этих международных финдоров. Первая, кто, по сути, продвигала, рассказывала про это. Была, по сути, евангелистом и приносила это в тот бизнес, который начинал работать. Это знаковая сделка для рынка. Мы вместе с этой сделкой приобрели не только клиентов, не только экспертизу, но и возможность развиваться. Поэтому спасибо за представление и приглашение. У нас громадные планы. И, наверное, самое важное, что облака для нас – это лишь инструмент, который мы используем внутри и для наших клиентов. Вокруг облаков мы развиваем цифровую экосистему, то, куда идет любой телеком-оператор. Большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект и те новые виды бизнеса, которые, наверное, не все знают, МТС сейчас запускают. Направление, связанное с телемедициной – это смарт-мет, направление, связанное с дистанционным обучением. И, конечно же, игровая платформа и киберспорт, как такая базовая, интересная, современная и незнакомая большинству из нашего поколения вещь – это киберспорт и трансляционная платформа. Спасибо, Антон. Явно видно, что хочется сказать куда больше, чем мы позволяем, но, к сожалению, тайминг решает. Так, я так понимаю, следующий Александр, да? Да, давайте я расскажу про проект Сберклауд. У нас схожие, думаю, будут у всех истории развития облака, виртуализации. Мое мнение на уровне терминологии, что сейчас российский рынок еще не облачный, а российский рынок виртуализированной инфраструктуры в большинстве своем, потому что мы начинали этот путь 5 или 6 лет назад с построения внутренней виртуализированной динамической инфраструктуры, построенной на вендорском решении. Это было VMware, потом мы делали несколько итераций регионов на open source решениях, получили опыт в этом. После того, как продакшен мы смогли перенести, причем тяжелый банковский продакшен с 100 миллионов физических клиентов, 3 миллиона юридических клиентов совершают свои ежедневные транзакции, платежи, кредиты, whatever, на мощности не физической, а виртуализированной. Мы пошли в эту историю, мы стали ее предлагать, мы стали готовыми предлагать это рынку. История продажи, мысль о продаже внутренних сервисов, которые мы используем для себя, в рынок внутренних технологических сервисов родилась 2 года назад. Вы правильно сказали, в начале 2018 года мы закрыли сделку о приобретении 60% в компании Atac на винтех. В начале этого года мы закрыли сделку о продаже 39%. Компания уже SB Cloud обратно и перезапустили проект. Сейчас мы развиваемся как именно cloud провайдер, который предоставляет не только виртуальную инфраструктуру, но и менедж сервис, и платформенный слой. Вообще инфраструктура становится не круто, не интересна, маржинальности сжимаются. У всех близкий очень подход к построению платформенный сервис, на которых выстрелил Amazon. И когда они перешли к продаже по сервисам в 2014 году, они подняли маржинальность больше, чем вдвое. Мы стремимся к этому. Мы не хотим, чтобы нас воспринимали как инфраструктурного игрока. Это сложные сервисы, это сервисы с высокой добавленной стоимостью, которые, что нас отличает и что отличает каждого из нас. Мы потребляем эти сервисы сами. SBIR реально крупнейший потребитель IT в России. И качество, надежность, безопасность, про которые все думают и все говорят, в SBIR просто возведены в абсолют. И те же сервисы мы готовы предлагать рынку. Спасибо, Александр. Следующий к микрофону Олег. Здравствуйте. Спасибо коллегам из Mail.ru за такую открытую конференцию. Для начала обычно корпоративные конференции ограничены той компанией, которую она проводит, а тут такая открытая дискуссия, достаточно необычно для нашего рынка. Расскажу о компании Selectel. Мы несколько отличаемся от коллег в том смысле, что мы сами не являемся потребителем наших сервисов. Это наш основной продукт, облака и дата-центры. Мы занимаемся ими достаточно давно, 2008 года. То есть наше первое облако появилось в 2011 году, когда это еще не было таким трендом. Мы не участвовали ни в каких сделках по слиянию и поглощению. Мы достаточно органически все эти 11 лет развиваемся. Наша облака после 2011 года пережила несколько перезапусков в связи с тем, что за это время менялся несколько раз технологический стэк. На сегодняшний день у нас в облачном сегменте есть три разных продукта, ориентированных на три разных категории пользователей. Это облако на open source, в первую очередь на базе open stack, достаточно похоже на те облака, которые у других облачных провидеров представлены. Отдельное облако на базе VMware, которое интересно корпоративным клиентам, у которых уже VMware используется на своих on-premise решениях и, соответственно, обеспечивает легкую миграцию и disaster recovery решения. И у нас есть отдельный выделенный бренд с отдельным облаком для малого бизнеса, для B2C, для стартапов, для тестовых средств. В ближайшие годы мы планируем сконцентрироваться на развитии именно облачной инфраструктуры. Как верно уже заметили коллеги, более низкоуровневые сервисы превращаются в commodity, достаточно низкомаржинальные и неинтересные для своего развития. Поэтому мы видим путь в том, что будет все больше и больше пааса, все больше и больше микросервисов на нашем рынке, все больше и больше решений в области гибридных каких-то решений, когда клиент одновременно может использовать и физические выделенные серверы, и облачную инфраструктуру, и какие-то collocation, либо on-premise решения, и распределять нагрузку между ними в зависимости от характеристик этой нагрузки и балансировать их, управлять их из одной точки. Нам видится, что именно в этом будущее. Спасибо, Олег. Илья. Да, Егор, спасибо за приглашение. Очень рада присутствовать. Да, я, наверное, попытаюсь помочь модератору, потому что вижу, как тайминг очень сильно тикает, и самому-то очень хочется, чтобы мы такую какую-то интенсивность поддерживали. Я буквально про наше облако, про Cloud Solutions расскажу такими этапами. B2C-компания, B2C-компания большой high load, все знают контакты, одноклассники почта, есть инфраструктура, есть огромное количество людей, которые этим занимаются, плюс компания, которая как бы делает B2C-облако, в котором хранятся терабайты данных. Достаточно быстро выникает решение о том, что этим можно делиться, плюс, как бы, когда мы смотрели в момент запуска B2B-облака на рынок, мы понимали, что именно продуктовых компаний в российском рынке пока нет, и что это большой фокус Mail.ru, которая умеет классно и быстро запускать продукты. И тогда мы взяли первые два преимущества, о которых я рассказал, и решили делать именно продуктовое облако, которое заточено на сервисах, на платформе. И как бы, как логичное следствие, кому нужна в первую очередь платформа? Да, это компаниям именно разработчиков, потому что их основной бизнес напрямую связан с теми инструментами, их маржинальностью использования, которым нужны в облаке. И мы сделали фокус в первый наш год для того, чтобы закрыть именно все платформенные сервисы, которые нужны компаниям-разработчикам, компании, которые создают облачные сервисы. Итак, мы сделали все первые линейки, которые в России были запущены. Это Kubernetes, Hadoop, Lodbalancer и все другие сервисы, которые нужны при разработке. При этом мы получили отклик от рынка деньгами, и получили клиентов, которые сказали, что да, тот сервис, который мы предоставляем, он уже очень качественный, и, как говорится, клиент голосует деньгами за наш сервис. И мы пошли в следующий виток нашего развития. Мы больше начинаем смотреть в Enterprise и в топ 500 РБК компаний. Мы понимаем, что у них другие потребности, и поэтому запускаем такие сервисы, как консалтинг, запускаем такие сервисы, как аутсорсинг инфраструктуры под ключ, такие сервисы, как миграция в облако. То есть на основе того, что мы уже построили для компаний-разработчиков полной платформы, мы теперь начинаем наращивать такие Enterprise-сервисы, которые создают уже экосистемы над нашим облаком. И в целом мы сейчас в самом потоке этих доработок и выпуска сервисов на рынок. И вот в ближайшее время будет еще очень большой анонс от нас, такой большой-большой шаг в сторону гибрида, и мы расскажем о новых сервисах, которые мы будем развивать и запускать. Спасибо, Илья, но модератору ты не помог. Ну я очень старался, если честно. Иди, пожалуйста. Я говорю спасибо. Действительно очень интересно. Мы впервые, наверное, в таком составе вместе собрались. Сейчас, надеюсь, что и в дальнейшем будет продолжаться такое общение наше. Ростелеком и облака. Сразу скажу, тут написано как бы Ростелеком – Центр обработки данных. Это не сам Ростелеком. Предыстория была такова. Ну что такое Ростелеком, как бы исторически все знаете. Это глобальный, не глобальный, вернее, национальный оператор, сеть, инфраструктура и так далее. В 2011 году начали создавать первые попытки создать облако в Ростелекоме. В 2012 создали, если помните, был такой бренд О7. Базировался на сайте О7.com. И это был бренд для национальной облачной платформы. На тот момент там своих ресурсов у Ростелекома было по всей стране порядка, наверное, где-то 700 стоек разбросанных. Ну это, собственно, ни о чем. И параллельно на рынке существовала группа компаний SafeData, у которых были свои ЦОДы. И, собственно, в 2014, 2015, 2016 годах произошло, собственно, поглощение, консолидация Ростелекома SafeData. Все ЦОДы перешли, соответственно, в Ростелеком, продолжают развиваться. Сейчас по инфраструктуре, по ЦОДам Ростелеком ЦОД – это первое место по мощностям. Но это не про облака. В SafeData были тоже свои облачные решения, назывались SafeCloud. Не знаю, насколько они знакомы были рынку сейчас. Что сейчас происходит? То есть получилось параллельное существование. Сейчас О7 постепенно исчез, осталась национальная облачная платформа. Что это такое, думаю, тут далеко не все знают. Даже я сам, когда пытаюсь на сайте Ростелекома найти, что это такое, залезть там в сервисы, это можно сделать, но это непросто. И забегая вперед, сейчас скажу, что Ростелеком ЦОД, он стал центром компетенции Ростелекома. Все, что связано с ЦОДами и с облачными сервисами. И постепенно все ресурсы Ростелекома, люди, компетенции, они переходят, собственно, в нашу группу компаний, Ростелеком ЦОД. И у нас, как бы наша стратегия, она похожа очень на крупнейших мировых таких игроков, как Equinix, Verizon. Это экосистема, ну помните, как раньше рисовали там землю в средние века, да, вот там земля, и она там на трех китах такая вот стоит. Вот чем-то очень похоже на нас, наверное, вернее, на те картинки, наша экосистема наверху цифровых сервисов, которая базируется на трех китах. Первый кит – это, естественно, инфраструктура, это ЦОДы, геораспределенная сеть по всей стране. Второй кит – это коннективность, все, что обеспечивает не только каналы связи. Сразу, кстати, оговорюсь, что ЦОДы, они у нас carry natural, то есть они не завязаны на каналы Ростелекома, то есть они открыты для всех. Ну и третий кит – это, собственно, экосистема облачных сервисов. И мы стали таким вот, как бы, даже мини Ростелекомом, наверное, облачным. У нас группа компаний, входят достаточно такие интересные игроки, многие там знакомы, наверное, это MSCAX, это, собственно, один из крупнейших в Европе компаний по интернет-эксченджу. Это Teonix, это, собственно, облачная разработка платформы виртуализации, на OpenStack, это компания NGENIX, лидер на российском рынке по CDN, плюс у них сейчас достаточно много новых интересных продуктов безопасности из облака. Медиа. Да, еще две компании упомянули. RTK – цифровые технологии, это наш новый интегратор с PES-онлайном. Ну, в целом, наверное, вот все. И вот вся вот эта экосистема, собственно, вот она обеспечивает за счет интеграции внутренних ресурсов, от предоставления облачных сервисов. И последний такой, наверное, для интриги. В этом году у нас закончится процесс по созданию единого продуктового каталога облачного и нового облачного объединенного бренда. Спасибо. И в этом году мы его представим. Спасибо. И Олег. Спасибо большое, Илья, Егор. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Отличный офис, кстати. Классно. Ну, коротенечко. Да, мы запустились в прошлом году. Сейчас у нас около тысячи клиентов, больше 20 сервисов. Дмитрий из Шнайдера. Дмитрий, если вы здесь, моя боль то же самое. Калькулятор сделаем гарантирую на этой неделе. Мои коллеги из UI просто уже под большим прессингом от меня. Осталось 30 секунд. Да. Мы самое важное за эти пять месяцев научились работать параллельно с разными сегментами. И с интерпрайзом, и с разработчиками, и с малым бизнесом. И то, что у нас порядка тысячи трайлов в неделю, дает мне возможность прокачать все. И UX, и стабильность платформы, и технический долг даже закрыть. И главное слушать разных пользователей. Именно не заказчиков, а пользователей. Потому что я считаю, что платформа… Вот разные компании здесь сидят. Все делают платформу. Посмотрим, что получится. В конечном итоге я считаю, что если рынок IT вырастет, значит нам удалось сделать платформу. Потому что там, где платформа дает доллар, продукты, которые на ней создаются, должны давать 10 или 100. Время покажет. Я надеюсь, что мы все делаем правильные вещи. Надеюсь, что рынок, IT рынок, который стагнирует и падает сейчас, вот если посмотреть на него в исчислении в деньгах, надеюсь, что он будет расти. Спасибо. Спасибо. Так, ну что ж, с представлением мы закончили. Давайте пробежимся по вопросам, которые у нас есть к выступающим. Значит, начнем с рынка нашего. По прогнозу EKS Consulting, представителю этой компании, кстати, есть в зале, в 2019 году объем рынка облачных услуг России прогнозируется в районе 80 миллиардов рублей. Но чтобы это было понятно, это меньше, чем два золотых парашюта Джона Уэлча. Это CEO General Electric с 1981 по 2001 год. Или, ну, одна яхта какого-нибудь человека, который вы знаете. Вот это все российский рынок 2019 года. Это не самая дорогая яхта, кстати. Она где-то четвертая будет по стоимости. Однако все исследования, ежегодно проводящиеся на тему облачного рынка, говорят о следующем. Во-первых, они регулярно прогнозируют рост в районе 50% год к году и подтверждают через год, что это действительно так случилось. То есть рынок растет и, подтверждая слова Олега, он самый быстрорастущий на рынке IT, в том числе потому, что сам рынок IT не то чтобы падает, он не так сильно растет. В связи с этим первый вопрос. В чем особенности российского облачного рынка? Если угодно, назовите, пожалуйста, драйверы и барьеры. Может быть в том, что его нет. Неплохо. Есть рынок инфраструктуры виртуализирован. То, что вы сказали, 80 миллиардов это все три составляющие. Это Аяспас САС. Из них половина САСа, в которую ни одна из компаний, которая не платформен, не сервис. Мы говорим про другую историю. Мы говорим про 400 миллионов долларов. В 2018 году рынок растет не на 50 процентов, а на 30-35, поэтому в этом году будет 500 с копеечками. То есть в долларах чуть меньше 40, ну и в рублях чуть меньше 40 миллиардов. Бьется примерно с тем, что говорит ИКС. Но это очень-очень маленький рынок по сравнению с тем, что есть. И при этом посмотрите, сколько из этих не очень больших денег потребление большого-большого количества частных виртуализированных инсталляций. Сколько из этой доли потребления реально паблик клауда ОК АЯС. И сколько из этого потребления либо менеджер сервис, либо платформенных сервисов. Копейки. Действительно так же. Коллеги, есть? Можно еще добавлю пару цифр для сравнения, чтобы не с яхтами сравнивать. Да, действительно вот из этого цифры названный рынок ИАС, инфраструктура как сервиса, собственно, составляет всего 17 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Но чтобы понимать, что это за цифра, вот возьмем, например, там сервис Snapchat. Есть такой чатик, там фоточки, видео. Они берут инфраструктуру ИАС у двух провайдеров в Америке. Они берут в Амазоне и в Google. Ну вот чтобы легче сравнивать, я в рублях скажу, в Амазоне они в год платят за инфраструктуру 12 миллиардов, а в Google они платят 26 миллиардов. То есть суммарно 40 миллиардов рублей. А весь российский рынок 17 миллиардов. Все так. Ладно, давайте закончим часть за упокой и начнем за здравие. Я попрошу вас какие-нибудь позитивные вещи найти все-таки, а то зря мы тут собрались. Да, давайте я хорошую мысль попробую добавить. То есть мне кажется, проблема была, была глобальная проблема в том, что когда ты входишь на рынок облаков, тебе нужны очень большие инвестиции вкладывать в то, чтобы действительно сделать технологический продукт. Когда ты занимаешься инфраструктурой, это очень глубокая NID, это длительный цикл выпуска продуктов, и ты должен вкладывать большие деньги как инвестиции в этот рынок. А когда емкость рынка действительно 10-10-5 миллиардов рублей, как бы это было 3-4 года назад, то в целом никакой твой бизнес-план, какой бы классный суперпродукт ты бы не сделал, он просто на окупаемость не выходит. И в целом это было, мне кажется, таким блоком от того, чтобы большие компании, которые здесь в том числе присутствуют, вышли у рынка блоков. Но динамика, это 50-процентная, она как раз дает ту экспоненту, которая всем интересна долгосрочно. И вот как раз, наверное, предыдущий год и показал, что да, мы теперь все верим в эту динамику, и мы понимаем, что сейчас мы уже готовы инвестировать так, чтобы это окупилось. И эта бизнес-модель сходится, и поэтому вот сейчас нас здесь так много. То есть, мне кажется, это была проблемой, но вот этот темп, который сейчас есть, он нам закрывает долгосрочные риски экономики и бизнеса облачных провайдеров, и мы все движемся туда. И вот это вот ключевое изменение 2018 года, где мы все в экономическом увидели, что действительно так, и побежали инвестировать, развивать и вкладываться в продукты. Спасибо. Совершенно верно, пришел момент. Просто крупные компании увидели деньги, поняли, что динамика сохраняется, и на самом деле, вот как это есть поговорка, что есть ложь наглая, ложь и статистика, поэтому сложно обсуждать все эти цифры, считать можно по-разному. Но вот то, что мы видим в работе с нашими клиентами, в работе с компаниями, с тем бизнесом, которому мы рассказываем, меняется структура рынка. То есть облаков становится больше, айтишный рынок растет, может быть где-то не растет, где-то немножко стагнирует, но доля облаков в нем начинает расти. Проникновение. Вот то, о чем мы говорим. Если сравнить с Европой, уровень проникновения облачных сервисов в айти в компаниях, он значительно выше. В Европе он составляет в некоторых регионах 20-30%, в России он еще не дотягивает до 7%. И вот эта цифра, что доля облаков растет в структуре потребления айти, она дает надежды на то, что просто айти-ландшафт слегка изменится. И здесь будут другие игроки, они начнут зарабатывать, ну и самое главное, от этого начнут выигрывать все те компании, которые используют айти. Вот то, о чем говорили в прошлой сессии. Time to market, эффективность, прозрачный затрат, скорость на рынке. Поэтому мне кажется, что надо чуть-чуть позитивней, не все так плохо. Нет, я же не говорил плохо, это как раз хорошо. Его нет, сейчас придем и сделаем. Это просто факт, это факт. Это же, наоборот, классно. Я вижу, Олег тянется к микрофону. Ну, какой Олег, да? Коверзнев, мне кажется. Оба тянемся. Олег, я тебе даю. Я просто хотел еще заметить, что в 2018 году не только финансовые моменты и доля проникновения облака стала понятна. До этого многие, мне кажется, не вкладывались в облака, потому что был такой стереотип, что давайте посмотрим на мировой рынок. Там 60% облачного рынка – это три большие компании, которые выиграли у всех. Зачем вкладываться в Россию в облако, если придут эти три большие компании Amazon, Microsoft и Google и все равно победят? Ну, в чем смысл? Все равно на больших объемах с ними нет возможности конкурировать. Кажется, в 2018 году стало понятно, что интернет в России будет достаточно сильно огорожен, чтобы они всерьез не пришли. Можно я тоже добавлю? Я согласен, на самом деле, с Олегом. Политические факторы, они влияют, экономические тоже. Хотелось бы подчеркнуть то, что я еще вижу. Это смена некой ролевой модели общения с крупным энтерпрайзом. Вот то, что Александр из Леруа рассказывал, на самом деле, это очень важно. Они наконец-то поняли, что они не заказчик, им нужен не вендор. Они технологические компании, которым нужно развивать собственные продукты. Им нужны технологические партнеры, которые их воспримут как пользователей, которые дадут им действительно технологии с низким порогом входа, с низкими рисками и дадут те технологии, которые им нужны не сегодня, а будут нужны через 2-3 года. И те технологии, которые они никогда у себя не сделают, потому что весь системный стек создавать, это как создавать даже не велосипед, а электростанцию у себя. И вот смена ролевой модели внутри таких компаний – это такой ментальный шифт. Он не везде произошел. Вот понимание бы Александров в голову многим компаниям. Это очень важно. Это культурный шифт, сдвиг, который происходит. Мы видим, что таких примеров больше, а значит будет прорыв. Значит будет какое-то таяние льдов. Хорошо. И в связи с этим тогда давайте продолжим тему. Рынок достаточно небольшой, развивается так, как развивается. Кого-то не устраивает, кого-то устраивает. Олег затронул тему того, что заказчик наконец-то выходит на уровень осознания, что он не заказчик, он партнер. Ему нужно готовое, подготовленное, уверенное решение, на которое он переедет, пересядет. И вопрос. А видите ли вы еще какие-нибудь серебряные пули, которые позволят увеличить скорость роста нашего с вами рынка? Можно? Ну, не знаю, тут слово цифровая экономика можно говорить, не ругатель? Можно. Если заметили, там был такой один из ключевых показателей по инфраструктуре. Доля России на мировом рынке цодов и обочных сервисов 5% в 2024 году. Я не буду сейчас обсуждать эту цифру, но задача поставлена. И там предусмотрен ряд мероприятий, которые должны помочь решить, ну, собственно, немножко подвинуться к этому показателю. Одно из них, слышали, может быть, тоже это создание виртуальной экономической зоны для облачных провайдеров и поставщиков услуг ЦОД. Это такой достаточно глобальный проект. По сути, это превращение России в такой один большой офшор для облачных провайдеров. Сейчас там МГУ досчитывает для Минфина эффекты, которые там проведет на экономику. Но в этом году, я думаю, уже будут какие-то результаты. Второй ключевой момент – госзаказчики. Ну, не секрет, что это огромнейший сейчас, один из крупнейших потребителей IT-ресурсов. Что происходило? Там лет в тучные годы получали деньги, строили там свои какие-то ЦОДики, покупали хай-энд оборудование, ну и жили, в принципе, как бы неплохо. Каждый там развивал свою инфраструктуру. Ситуация изменилась. И мы здесь, вот как Ростелеком, вернее, уже как центр компетенции, не как компания, является проводником всей той идеи, что IT-сервисы для госзаказчиков должны предоставляться из облака поставщиками с рынка. То есть, ну вот, кто здесь сидит, так как это происходит в той же самой Америке, где на ресурсах от Амазона упоминали, были вопросы там про безопасность. Есть решения, которые снимают все эти вопросы. В Амазоне сидит и Пентагон, и Белый дом, и казначейство, и даже ЦРУ сидит в облаке. И министре of the fence сейчас играет контракт на 10 миллиардов долларов. Вот, это все движется, движется, понятно, тяжело, но в этом году, я думаю, уже будут какие-то результаты. И самое главное, что сами заказчики, они этого хотят. В качестве примера, вот наш большой проект с Генеральной прокуратурой. Была написана концепция цифровой трансформации, перевод практически всех IT-ресурсов Генеральной прокуратуры, а это 3 тысячи отделений по всей стране органов и 50 тысяч сотрудников на сервисную модель его блока. И сейчас этот проект идет, идет очень успешно. Понятно. Есть у кого-то серебряные пули еще в запасе? И хотел еще пулю показать серебряную. Вопрос, то изменение, которое очень сильно поможет развитию облачных сервисов. Сейчас есть отдельный бизнес, отдельный IT. IT это всегда такие злые люди, у которых всегда нет железа, они ничего не хотят делать, оно работает, не трожьте. Это такое классическое восприятие, которое в больших компаниях работает. Сейчас эти грани размываются. IT это бизнес. И без сильного бэкэнда железного, без единых команд, когда IT отвечает за P&L продукты. Этого становится реально много. Эти изменения позволят очень сильно раскачать рынок. И Олег всегда очень точен на формулировках. Отличие клиента, потребителя и пользователя – это глобальная история, когда принимают решения одни люди, а пользоваться другим. Сейчас это меняется. И таких изменений очень много. Они маленькие, они сами по себе незаметные. Но когда их много, маленьких изменений, то это становится такой снежный шарком, который катится, его не остановить. Спасибо. Так, ну тогда с российского рынка, если вы не возражаете, приведем примеры, переключимся чуть-чуть на западных наших партнеров. Злые языки утверждают, что российский рынок находится где-то в районе 1-3% от международного, не больше. И учитывая некоторую закрытость рынка, мы уже говорили о законодательном творчестве, возникает вопрос, а стоит ли нам бояться присутствия международных игроков, которые, кстати, приходят по какой-то причине. Например, Huawei Cloud пришел в Россию уже, и Amazon AWS, судя по слухам, ищет сотрудников в свой офис, в российский или в московский, я не знаю, как правильно. Стоит ли бояться нам прихода больших злых игроков или нет? Хочется сказать, что нужно не бояться, а в первую очередь радоваться этому, потому что весь рынок в целом он только выиграет. Этот рынок достаточно конкурентный, и это можно посмотреть на тех же самых отчетах по облачным провайдерам. Там вот этот лист компании, он достаточно большой. Это, наверное, одна из немногих действительно конкурентов не в целом отраслей, а именно областей. И это очень здорово, потому что, когда есть конкуренция, нам всем, вот всем сидящим здесь, приходится развиваться, чтобы улучшать свой продукт, чтобы быть интересными для клиентов, партнеров и клиентов, чтобы использовать сервис такой, как он должен быть. И вот та самая серебряная пуля, связанная с изоляцией, как бы она ни стала последним гвоздем, потому что если нас заставят применять какие-то сервисы, если вас заставят применять какие-то сервисы, это просто остановит на корню все развитие. Нам не нужно будет мериться, у кого сервис лучше, у кого масштаб больше, у кого кто ближе к гиперскейлингу, у кого автоматизация лучше построена. Нет, просто все это остановится. Поэтому для нас конкуренция, это всегда здорово. Мы видим лидеров рынка, которые задают тон. Мы действительно составляем примерно 2,5% от международного ВВП всего, ну, Россия. На айтишном рынке примерно те же самые цифры. И ориентируясь на те компании, которые обладают огромным ресурсом, разработчиков, финансовые ресурсы, технологические ресурсы, которые по сути драйват это, мы можем ориентироваться и создавать что-то новое и интересное. Потому что вот с тем же самым экспортом айтишных услуг очень тяжело выйти, например, с инфраструктуры как сервис. У нас нет никаких плюсов. Но если мы поднимемся по лестнице, создадим экосистему платформенных сервисов, выйдем с какими-то сервисами относительно автоматизации разработки, с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, с использованием каких-то платформ работы с бигдейта, потому что все компании, сидящие здесь, тоже в это играют. Вот это может получить или привести к каким-то конкурентным отличиям на международном рынке. И тогда нам международные игроки будут не страшны, потому что мы будем интереснее, наши сервисы начнут покупать за рубежом. Поэтому это интересно. Можно добавить пару одну мысль? Нет, конечно, конкуренция – это хорошо. Посмотрим, как будут китайцы здесь конкурировать, потому что, если я работал до этого лет 15 в американских компаниях, Microsoft и Cisco, я вполне понимаю, это компания, которая в белых перчатках конкурирует. Все окей. Китайцы – посмотрим. То есть с их ресурсами, с их возможностями можно купить с потрохами этот рынок, а потом через рассрочку, а через 5 лет уже получить свое. И потом уже не слезть. Будем сидеть и на этих китайских технологиях, и заодно будем обеспечивать работу китайских разработчиков, которые там будут его, соответственно, создавать. Учитывая, что мы ходим во всем китайском, это логично. Это абсолютно логично. И стать офшором при этом не хотелось бы, потому что я вижу, что у нас лучшие разработчики, у нас лучший человеческий капитал. Мы можем, кстати, это по поводу серебряной пули, нам всем нужно учить рынок, учить молодежь, чтобы у нас росли хорошие продуктологи, разработчики, аналитики, дата-сайентисты. Мы как, ну извините, это может звучит слишком патетично, как бы так пафетик, как нация, мы круче. Мы круче южных корейцев, китайцев. Ой-ой-ой, сейчас опасная тема, не надо. Ну мы правда. Не продолжай. Правда, можем сделать лучше, чем китайцы. Лучше, чем китайцы. И поэтому проиграть этот рынок китайцам будет просто нам ленично стыдно. Я вот не смогу своим детям сказать, что извини, дружок. Я вот, я не смог. С другой стороны, это будет звучать так. Я тот, кто проиграл рынок китайцам. То есть это можно и гордиться этим. Ну, no comments. Отлично. Так, можно я еще чуть-чуть тоже. Помоги модератору, Илья, давай. Да, да. Ну потому что, мне кажется, вот как раз там я смотрю, времени мало осталось. А то вдруг я не успею уже больше ответить. Я думаю, что есть такой как бы, мне кажется, это шанс использовать вот этот заградительный заслон перед гиперскейлерами для того, чтобы подготовиться. Потому что, как бы, мне очень нравится тот же самый китайский опыт. Но вот не просто так, либо Баклауд, Инцент и Huawei выросли. Они выросли потому, что не пустили Google, AWS и Microsoft в Китай. Не пускали пять лет. Пять лет у них была возможность спокойно инвестировать, получать фидбэк от бизнеса. Потому что, когда ты видишь более долгосрочный рынок, тебе комфортнее инвестировать, что-то новое пробовать. У них развязались руки. Мне кажется, что мы сейчас, как бы, точно не должны бояться, а мы должны готовиться. Что рано или поздно этот барьер снимется. И в Китае он снялся. Да, то есть там просто, ну, как бы, невозможно на уровне политической ситуации это сдерживать больше пяти-шести лет. И у нас, как бы, этот срок уже пошел, в котором мы должны вырасти, окрепнуть, понять всю эту специфику, вырасти кадры, провести евангелизм и осознанно думать о том, что через 3-4 года мы должны будем конкурировать. И к этому времени мы должны быть готовы все вместе повысить количество сервисов и продуктов. И это вот, это очень хороший для меня, кажется, фактор, который как раз дает вот этот вот рост рынка 2018 года в том числе. Что есть время для того, чтобы вдолго провести инвестиции и дотянуть качество до уровня мирового. Вот это здорово, да, полностью соглашусь. Ну, раз уж мы заговорили о будущем, раз уж мы говорим о сроке 3-5 лет, давайте помимо того, что мы должны сделать, конкретно попробуем окунуться и пофантазировать на тему того, каким будет рынок через это время. Какова будет конструктура, какие будут услуги, что будет с клиентами, в каком составе мы тут соберемся через 5 лет. Как вы себя это видите? Давайте я попробую предполагать. Сейчас хрустальный шар где-то был. Итак, что видно в шаре? Рынок маленький, но растет, это мы уже определили. Рынок консолидируется, это мы тоже уже выяснили. Сегодня, что мне очень отрадно и приятно слышать, все говорили, не у кого сервер дешевле, а у кого сервисы круче. Кто платформу создает, кто как тестирует, кто в каких клиентов таргетирует свои предложения. Моя гипотеза и то, каким бы я хотел видеть этот рынок, останется или будет 5 крупных игроков, которые в моем предположении, да. Кто-то лишний один, два лишних. Это специально, мне кажется, да? Мое положение, что будет порядок 5 сильных игроков, которые займут значимую долю рынка, стремящиеся к 100%. Вокруг них будет создана прекрасная экосистема из текущих игроков облачного рынка в виде интеграторов и классических провайдеров IT в компании, которые помогают западным вендорам внедрять те или иные решения в конечного клиента и строить, выстраивать для них IT. Они создадут экосистему, которая будет помогать пользоваться уже облачными сервисами, облачными платформами, мигрировать из легаси, из олдскула в облако. И самое интересное, что происходит, сервисы становятся реально сложными. Их количество гигантское. В Амазоне порядка 150-160 сервисов. Google, IBM, Microsoft и же с ним. Как в них разобраться? Сложно. И интеграторы, и консультанты, которые сейчас есть на рынке, они будут проводниками, они будут выжимать ту каплю, которая сможет уже игроков, потребителей IT, дифференцировать между собой. Я вижу себе рынок таким образом. Спасибо. И есть у кого-то еще шар? Я попробую кратко сказать. Мне кажется, самое главное отличие через 3-5 лет, которое будет в этом рынке, оно будет в переходе на уровень бизнеса. То есть мы сейчас очень сильно говорим про платформы. А что будет, когда платформы зреют, на нем нарабатываются решения? Какой следующий шаг? Этот переход уже на уровень бизнес-кубиков и бизнес-сервисов. Я думаю, что создается уже экосистема, которая на платформах провайдеров создает готовые решения под отрасли, и дифференциация провайдеров будет уже не только на уровне платформ, а на уровне конкретных решений бизнес-задач в каждой из отраслей. И мы будем уже иметь набор заготовленных решений, которые меняют там KPI, метрики бизнеса в каждой отрасли, в каждой схеме. И выбор будет уже на этом уровне, на уровне бизнеса, где как бы платформы, они уже будут скрыты за бизнес-результатами, которые они представляют. То есть станет частью бизнеса. Да, и сейчас станет бизнесу часть. Можно, да, добавить еще? Да, конечно. Как бы я был там сверх оптимистичен, попытаюсь быть уже более реалистичен. Все-таки экономически в России все будет не очень просто в следующие 3-5 лет. Как бы сигналов, то, что будет хорошо, прямо так вот глобально в обществе нет. Идет как бы в целом объединение. Как вы знаете, что проникновение цифровых услуг это, в общем-то, один из факторов, который показывает, что там, если оно высокое, то, скорее всего, общество, оно, ну, денег их не очень много. Поэтому они тратят эти деньги часто на доступные цифровые сервисы. Поэтому в этом аспекте у нас с вами будет бизнес, потому что в России будет рассвет как бы гейминга, рассвет других цифровых сервисов, которые будут заменять иногда людям понятный простой досуг, который они себе позволить не могут. Это, конечно, меня не радует, как гражданина этой страны. Но факт того, что цифровые сервисы в России имеют огромный паненциал для роста, я не сомневаюсь. Поэтому это даст буст для нашего с вами бизнеса. Ну, это вот такой другой аспект, о котором тоже нужно помнить. Спасибо. Так, у нас время закончилось, поэтому буквально последний вопрос, раз уж мы заговорили о будущем. Ну, тоже достаточно известный факт, что законодательная практика и все законодательство, в принципе, редко успевает за происходящим, особенно в IT. В IT сначала что-то случается, а потом возникают какие-то нормы, акты и законы. Также вот GDPR, GDPR получился приблизительно вот по такой же схеме. Сначала гром грянул, потом, собственно, в связи с этим тоже вопрос. Если регулировать нашу отрасль, если писать законы, то скажите, пожалуйста, вот хочется услышать всех, о чем был бы ваш закон, кого и от чего он бы защищал? Мой бы закон запретил все дальнейшие регуляции лет на 10 ближайшие. Уже хватит, горшочек не вари. Отлично. Все, больше законов нет. В принципе, действительно, если других законов нет, то как бы мы можем начать и кончить. Мы просто довольны, видимо, пока. Окей. Хорошо. Ладно, тогда заканчиваем. Давайте буквально вот направленческую часть, одно предложение, два предложения. Вот если вам хочется что-то сказать со сцены, вот прямо сейчас, как Олег говорил про образовательную часть, если хочется что-то донести до умов, разумов, глаз, ушей, пожалуйста, сделайте это. А то в следующий раз встретимся через год, много времени потеряем. Давай чаще встречаться. Да, поддерживаю. И на следующей встрече китайцев пригласите, пожалуйста. Хорошо. Мы их приглашали, они пока боятся приходить. Они не боятся, они работают сейчас. Я думаю, что они пока просто не понимают. Пока мы разговариваем. Хорошо, спасибо большое коллеге. Я надеюсь, что мы что-то раскрыли за эти 40 минут. На самом деле времени мало. Приходите на нашу следующую конференцию, которая пока непонятно когда будет, но точно будет. И я надеюсь, что она не будет называться «Рынок, которого нет». Да, спасибо. Пока, нет. Спасибо.